Теперь в часы пик здесь есть возможность оплатить проезд как на паром, так и на катер. В САЗу в трех кассах. Плюс ко всему, у жителей теперь есть возможность оплатить проезд и через терминал. Буквально с сегодняшнего дня появилась такая возможность. Можно это сделать как при помощи банковской, так и пенсионной карты, так и при помощи карты ЕГКС. Раньше здесь, возле площади Захарова, было две кассы. Одна только для покупки билетов на паром, другая только на катер. И нередко бывало так, что люди по ошибке становились не в ту очередь. Ждали. Как потом выяснялось, напрасно. Приходилось вновь стоять в очереди. Уже в другой. Теперь все работает по принципу единого окна. И для катера, и для парома. Подошел, взял билет и пошел на посадку. Естественно, быстрее. Экономия времени. Нам, конечно, очень нравится, очень хорошо, что это самое удобное. Раньше, конечно, как-то все это вот, особенно, когда с этого самого, так, машины здесь и прохожие, людей много на катерях. А летом так особенно. Сколько народа, очень много. Сейчас удобнее, удобнее, конечно. И больше нравится нам. Сам же павильон раньше располагался на этом месте. Около двух недель назад его перенесли ближе к площади Захарова. Все это сделано в рамках транспортной безопасности. Там же происходит и покупка билетов, и досмотр вещей граждан. И здесь, на причале, больше нет скоплений жителей. В отличие от того, как было раньше, теперь пассажиры могут купить билет на катер, либо паром еще до их прибытия и начала посадки. Изменения к лучшему не только для обычных пассажиров, но и для автомобилистов. Также сделали два заезда на паром, сделали разметку. Также проходят автомобили, досмотровые мероприятия. Оплачивается проезд у кассира, обелечивается машина также. И ждет в накопителе. Благодаря двухполосному, получается, заезду, также нет скопления транспорта на площадь Захарова. Очень быстро, шустро, все четко, все быстро. Быстренько проверили, быстренько проехал, все удобно, да. Еще месяц назад картина была иной. Севастопольцы обратились за помощью к губернатору. По поручению Михаила Разважаева департамент транспорта систему перенастроил. А Севэлектроавтотранс ее совершенствует. Все работы выполнял ГУП Севэлектроавтотранс своими силами. По поручению департамента транспорта были налажены пассажиропотоки. Изменена немного схема посадки и высадки пассажиров для их удобства. Также на причалах в районе площади Захарова проведут дополнительное благоустройство. Еще одно изменение произошло 16 ноября. Тогда на линию Графская-Северная запустили дополнительный катер большой вместимости. Как результат сократился интервал движения катеров в часы пик. А еще организовали дополнительный рейс на линии Графская-Голландия, чтобы перевозить студентов. Но, как говорится, нет пределов в совершенству. По поручению губернатора департамент транспорта в следующем году планирует оборудовать на печалах систему турникетов. Глава города ждет от Дептранса и предложений по поводу покупки билетов на катера и паромы онлайн. Светослав Данилов, Александр Тарасенко, Новости Севастополя.